Всем привет дорогие друзья, это новый влог, вообще я не планировал его сегодня снимать, я думал следующее видео, которое выйдет на канале уже будет про то, как я сдал на права, ну или не сдал, потому что сейчас меня немного пугает тот момент, что сдает всего 40% из 100, а 60% не сдает, вот такая интересная статистика, но все же мне позвонил Никита и такой, у нас вообще-то сегодня кучу планов, а я типа лежу, кайфую дома, он такой, ну смотри, собирайся, через 15 минут встречаемся вот там где-то там и едем и целый день забит, я такой, блин, прекрасный повод для влога. Поэтому мы его начинаем, погнали. Кстати, это надо сказать в начале, этот влог состоит сразу из двух дней, чтобы он такой прям насыщенный получился, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Вон он едет, вы посмотрите в солнечных очках на помытой тачке. Прикинь, я холст выкинул. Привет, Москаль, Хохоль на связи. Мы сейчас с Никитой едем к близнецам, они тоже, возможно, хотят куда-то сегодня поехать и поедем, скорее всего, в даунтаун, в центр города кататься на скейтах, потому что ты уже разучился кататься, не бойся. Две недели уже на тачке, да? Никита с первого раза сдал, ты прикинь? А оказывается, большинство не сдает. Я вообще думал, что типа раз-два и сдал, все говорят так просто. Оказывается, больше не сдает, чем сдает. Приехали к близнецам, идем на разведку. Никита, мы прихватили одного из близнеца, меня волнует один вопрос, почему мы никогда не видели их вместе? Никто не видел вас вместе. Приехали в центр, в общем-то, примерно в ту сторону, если ехать на скейтах на минут 10. Мы приедем именно к Капитолию, где когда-то был Шварценеггер и все прочее, поэтому можно будет как раз нормально прогуляться. 10 туда, плюс там 20 и 10 обратно, вот так вот. Никита берет свой скейт, Макс там арендует самокат. Относительно недавно здесь тоже сделали, что вы можете арендовать самокаты, ездить, в общем-то, как и в других больших городах. В целом, они сейчас по всем городам Америки распространяют самокаты, сначала в центрах, а потом все больше и больше по городу. Как было это с Лос-Анджелесом, где сначала в каких-то там супер туристических местах, а сейчас почти по всему Лос-Анджелесу есть самокаты, вы где хотите его берете и куда хотите на нем едете. А, подождите, а, ему же новая доска пришла после того, как на его день рождения скейт раздавили, я понял. Да, а мне, кстати, никак не возместила вот та вот школьница, которая меня сбила на машине, еще сказала, что это я ее сбил. Так скейт и не возместила. Никита захватил близнецу самокат, ну все, теперь по-нормальному можно. Вот это Капитолий, где, по сути, сидит правительство Калифорнии. Прошли контроль, зашли в сам Капитолий, он открыт практически все дни недели. Вы даже при желании можете в определенные дни прийти и послушать именно заседание местного сената, наверное. А вот зачем все сюда приходят, портрет Шварценеггера. Все предыдущие главы, кстати, находятся вот в таких рамках, а только у Шварценеггера ее нету. Это было его, по-моему, личное желание. Видите, сейчас в Сенате принимается какой-то, видимо, из законопроектов, потому что в прогрессе. И все желающие могут прийти и посмотреть. Идем? Они там что-то обсуждали про хранение Мариухуанной до 18 лет и вот это всякое прочее. В общем-то, я думаю, они просто обсуждают-обсуждают на регулярной основе какие-то интересные проблемы среди школьников. Потому что там девочка такая молодая сидела. Мы как раз вовремя вышли, потому что, смотрите, какое там столпотворение. Насколько я понимаю, сегодня защищают какой-то важный законопроект. И тут, смотрите, сколько школьников пришло. Никите надо чуть зарядиться, поэтому мы заехали в Старбак. Посидели немного, едем обратно к машине. По сути, по сути, в центре в целом-то нечего делать. По сути, тут в даунтауне, кстати, жить особо никто не стремится. Потому что все, что вы видите в целом, несмотря на то, что тут куча всего прикольного происходит, часто очень перекрывают дороги из-за спортивных событий. Тут рядом стадион. Второе, это бомжи. То есть, типа, вы живете красиво вроде бы в центре. Выходите и утром бомжи, и вечером бомжи. И тут достаточно большой криминал. Поэтому самая дорогая недвижка. И американцы стремятся жить, на самом деле, подальше. Потому что есть именно сами по себе очень крутые безопасные районы, где тоже есть куча всего, что поделать. Но они не в центре. Все, добрались к Никитосиной тачке. У нас была экспресс-поездка, чтобы не переплачивать за самокат, газ в пол, все дела. В общем-то, сейчас не можем состыковаться с остальными ребятами, они где-то тоже сегодня. Я думаю, скорее всего, под конец дня поедем к близнецам смотреть кино, потому что периодически там собираемся. У нас огромный блок попкорна, так что можно будет забабахать, мама, не горюй. И все будет отлично. В общем-то, буквально пару дней назад Дима мне говорит, у меня есть сезонный пропуск в парк развлечений Six Flags. Чтобы вы понимали, Диснейленд и Universal Studios, оно больше для маленьких. А вот где реально развлекаются, это Six Flags. Они расположены по всей Америке, и в самой Америке они практически такие же популярные, как Диснейленд. И Дима говорит, почему бы нам в понедельник не поехать? Я такой вообще без проблем. Поэтому в этом влоге покажу что да как. Предлагаю не тянуть и начинать. Мы поехали. О, привет, Дима, привет. О, как неожиданно. Все, приехали. Мне Дима обещал, что тут будут маленькие горочки, детские, да? Да. Такое, конечно. Не ожидал я. Купили билеты. Обычно по праздникам у них должно быть бесплатно, но оказалось, что по определенным праздникам. А сегодня президентский день, вот, и он не считается как одним из вот этих вот праздников. Но у Димы на полтора года, да, билет, как бы он может в любое время приходить. Поэтому если он приводит друга, у него там билет стоит не 45, а 26 долларов для меня. Поэтому неплохо. Я, если честно, боюсь аттракционов жутко. Редко на них хожу и вот, сколько, первый раз за последние пару лет так точно выбрался. В летнее время работает вот эта горка с водой, а сейчас плюс-минус прохладно, поэтому она закрыта. Дима, вот меня куда-то на паровозик отведи, знаешь, так, по лайтовому сначала. Я в прошлый раз с братом катался на паровозик. Дима, вот ты подумай, люди, нечем заняться, приходят, что вот это вот мозги себе. Понимаешь? Мне хватает экстримов жизни, может, домой поедем. Дима, сколько примерно поездка длится? Минуту, две? Не знаю. Минуту. А ждать минут 40, да? Да, 40 минут в очереди стоишь и минуту катаешься. Особенно, если Данил заднюю дождь, то тоже не покатаешься. Дима, это самая простая горка. Говорят, самоубеждение помогает. Это вообще, это самое легкое здесь. Дима, а я-то думал, как они контролируют количество населения в Калифорнии. А вон, да? Смотри, сестра, где я? Ты орал по лютому. Я орал громче всех. Я орал громче всех на горке. Я не могу, это типа самая нежесткая была, но я уже не хочу. Он так орал, чтоб прям не глебал. Я прям, я в какой-то момент начал смеяться от того, что я так орал. Оно прям сильно, я уже думал на самый большой, это все, конец, а оно продолжает. Ну, четко, четко. Они хотят пойти на вот эту жесть. Они не хотят, они идут. Смотрите, оно его прям жестко укачивает вас. Ой, боже, влево тройки. Заднюю минули, мешай. Думай, я седаю. Давайте глазовой. Мы с единственным адекватным человеком. В команде решили, что не пойдем на вот эту вот горку, как она, женщина, ваннервумен. Дима пытался убедить нас до последнего, но у него ничего не получилось. Я панически боюсь таких штук. А здесь у нас вон плавают морские котики. Мы решили покататься на единственной нормальной здесь горке, которая плюс-минус адекватная. Тут даже безопасность по высшему разряду. Ух, мы покатались на это, и это было самое лучшее решение. Мой коллега решил проверить свои скиллы в дарте. Он тяжелый, да? Я понял, почему они так сделали. И прилип, заработал очки. Это было хорошо. Классно, за 10 долларов в мяч выиграл. Отлично. Вообще. И Дана, и как оно на Медузе? Нету волоса у тебя. Мы пришли в единственное заведение, которое здесь есть. Сейчас покушаем. Все, взял поесть. У них здесь, в общем-то, в таких заведениях, типа Макдональдса и такого прочего, у них есть лимитированная коллекция, которая выходит. И обычно именно они самые нормальные. Вот я взял типа с мясом ангус. Естественно, сложно поверить в то, что здесь реальное мясо ангус. Но, тем не менее, обычно, когда вы берете какие-то такие, оно вкусно. Кстати, я не помню, мне кто-то рассказывал, что кола в стекле или в банке совсем отличается от колы, которая здесь. Потому что внутри здесь стоит вот для каждого напитка определенный блок. Именно порошка, он разбавляется с водой, и вы получаете типа ту самую фанту. Хотя, если вы сравните вкусы, то она будет совершенно другая. Карл Джуниор, кстати, тоже один из самых старых фастфуда в Америке. И его закат как раз пришелся относительно недавно. Был старым и загнил, потому что сколько здесь людей? Никого. Вилл, сколько вы на науте? Нужно полчаса заказ ждать. Ну да, хотя это еще тут сколько людей ходит, реально. Да, это единственное место, в которое вы можете прийти, если вы хотите поесть. Не считая тех, которые там внутри. И там типа один бургер 15 долларов стоит, и он такой, никакой. А здесь хоть что-то вменяемое. Потому что что они могут сделать на тех двух квадратных метрах, которые у них есть именно там, в парке. Поэтому здесь однозначно лучше. Но непонятно, почему здесь нет людей. Размеры у них здесь, конечно, гигантские. Вы посмотрите, как завернут один. Вот Дима себе целых два. А, Дима взял себе с крылышками. Мы так наелись, это просто жесть. Уже никто не хочет идти на карусели. Мы сейчас пойдем, помните, в детстве на каждую ярмарку привозили такие вот машины с антеннами. Да, детские, короче, на которых вы можете кататься. Мы пришли к общему выводу, что вот это вот все нам не нужно. Мы поедем на детские качельки. Видите, по сути, из-за этого в Америке больше всего бомжей. Потому что у вас классный климат. Вас чуть-чуть подкармливают, как вот этого вот бездомного. И он лежит, курит травку, чилит себе. Смотрите, какой тюнинг. Вот у меня сейчас очень похожий тюнинг на моей BMW. Подожди, а можно без капота ездить? У меня просто последняя запчасть, которая приедет, это капот. Вот оно, то самое воспоминание о детстве. Интересно, у них висит табличка, что нельзя таранить друг друга. Я помню, в нашем-то детстве, понимаешь, в тех далеких временах таранить это был самый главный смысл. И никто не смог посмелиться вывести табличку «Нельзя таранить». Здесь вся суть в том, чтобы таранить. Это я завтра на экзамене по вождению. Типа, товарищ инструктор, я пытался увернуться. Уселись, такая здесь безопасность. Один ремень куда-то на плечо закидывается. А, педаль тут всего одна, я понял. Ну, совсем примитивно, совсем. Не, на самом деле классно, классно. Разве что в очереди надо полчаса стоять, это минус. А те инвалидские машинки, они не управляют. А Диме, короче, попалась эта нерабочая наполовину машинка, и он ничего не мог сделать. А я одной рукой. Я, кстати, не знаю, снял я что-то или нет, потому что что-то глюкнула камера. Три, два, один. В общем-то, я решил попробовать повисеть. Вообще, я сначала думал, что это минута. Минута это вообще просто. Вот сколько, две с половиной минуты, это уже другое дело, 150 секунд. Ты тогда прыгнешь? О, пошел, 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 давай. Я уже бачил ты чизбургер, как я тискал. Вау. Давай еще чуть-чуть, дрожись. 45! Я пальчиков не чувствую вообще. Короче, самое ужасное, это когда у вас уже начинают потеть ладошки, и вы просто висите, и пальцы соскользают, а они настолько устали от напряжения, что вы не можете, вы их не контролируете, и я просто чувствовал чисто, как они сползают. И все, и главное, я вроде бы еще могу висеть, но все, пальцы, 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 и все, и ты соскользнул тупо. Оставалось сколько? Ну, 40 секунд, по сути, да? И там еще перехватиться нельзя, то есть ничего нельзя, поправить нельзя, подтянуться нельзя, раскачиваться нельзя, типа так. Поэтому вы просто висите, и если у вас соскользнуло, то все, нельзя перехватиться рукой. О, вот она, скайскример, нормальная горка, я считаю. В этот раз уже Дима испугался, поэтому мы идем на кобру. Вот, теперь идем на детскую горку, потому что Димас захотел. Понимаете, просто все до этого... Просто все, что у меня было до этого, то такое, детский лепет. А когда я выбрал реально мужскую горку, обосрался. Ну, от этого ничего не проявляется. А, и все? Дима снова задвинул дикую идею прокатиться на вот этой, с мертвыми петлями и всем остальным. И вот он идет по мою душу. Вот это классно. А я решил пойти на настоящую мужскую горку, на кораблик. У-у-у-у-у! Уже какой, пятый или шестой раз на ней катались? Я четвертый, я шестой. А, я шестой, я шестой раз катаюсь. Вообще очень классный аттракцион получился. Дима, сколько раз ты покатал? Дима! Дима! Дима, а Дима всего два. Или один. Дима! Дима разу покатались здесь. Вот это, вот что это за горка? Вот это я понимаю горка. Все, парк закрылся, я считаю, отлично покатались. Особенно последний аттракцион. Просто пушка! Шесть раз они катались, шесть раз на детском. Шесть или семь, да. Это не детский, это пушка. Он у них в раздел средних. У них есть для детей, а это в раздел средних. Люди просто по три, по пять, по десять раз на нем катались, потому что он настолько классный. Какие люди? Только вы катались. Там много и русские. Понимаешь, этот аттракцион напоминает русскую жизнь. Вверх-вниз, вверх-вниз. Собираются люди и едут домой. Они его еще построили как бы между Сан-Франциско и особо основными другими городами. Вот прям, не знаю, час от Сан-Франциско, наверное. И сюда приезжают со всех округов, потому что сам город Валеха. Вот он находится в городе Валеха. Почти как Валера. В нем ничего интересного по сути нет. И люди сюда приезжают только из Сикс Флекс. И разъезжаются отсюда уже потом домой. Кому куда. В общем-то, мне понравилось, но одно я понял. Больше я сюда приезжать, по крайней мере, в ближайшие, наверное, полгода или год не хочу. Согласен, согласен. Вот в Сан-Диего есть водный тоже какой-то комплекс. И там, короче, и шоу, и там горки, где тебя обрызгивают. Но там прикольно. Они небольшие, и в конце только ты так падаешь, разгоняешься и в воду. Там классно. А здесь я только обосрался три раза. Все, мы переселись с общей машины на Димину машину и едем по домам. Я так спать хочу. Я тоже. Я еще думал, может погуляем вечером. Да, я тоже хотел пригласить. Я уже все, короче. Я уже тухлый. Дима, короче, решил через парковку скоротить путь проехать. Потому что так не надо стоять на стопе. Заезжаем, а там тупо два копа. И это, кстати, парковка, на которую очень часто дрифтят. И вот типа все прочее, как бы в Америке нелегальное. И, видимо, уже кого-то словили. И стоят два шрифа, которые прям ответственны за то, чтобы штрафовать людей. И Дима такой спокойненько, медленько едем, разворачиваемся и уезжаем. Так пересрали, но не остановили. То есть все окей. Ну а за что останавливать? Ну да, но все же. Они могли спросить, что вы делаете на парковке. Потому что, в принципе, ну хотя мы же просто скоротить путь. Типа там не надо большим кругом делать. Вы через парковку типа прямо налево и скоротили путь. Угол связали. Да. Все, в общем-то, вот мы и дома Дима подвез, спасибо. Дякую, дякую, до побачи. Давай, 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 монтируй в лов, быстро выложи. Давай, ща рюкзак заберу. Фух, еще забыл у Димы телефон. Щас Дима подкатит. Надеюсь, недалеко уехал. Я быстренько с макбука скопировал номер. Прикиньте, не было бы макбука, который сохраняет историю вызовов. Я бы вообще не смог дозвониться Диме, потому что у меня только в моем телефоне хранится Димин номер. И поехал бы я завтра сдавать на права без телефона, без ничего. Даже не на что было бы заснять. И, в общем-то, в целом, телефон это, оказывается, очень важный инструмент. Поэтому, вот как-то так. В целом, щас Дима подкинет телефон. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.